Уважаемые коллеги, доброе утро! 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 Уважаемые коллеги, специфичность которых превышает 90% и их также нельзя упускать из виду. Это умеренное снижение эхогенности или гипоэхогенные включения, вишаровидная форма, макрокальцинаты в узлах, неравномерное утолщенное холо и так далее. И вот как раз в 2017 году вышли две классификации. Это объединенная европейская классификация и обновленная американская классификация. Тиратс, предложения по их применению были предложены. И там как раз использованы вот эти дополнительные критерии. В нашей стране в течение шести лет работала большая группа экспертов нашей ассоциации ультразвуковой диагностики. Вы видите, несколько городов, более 30 медицинских учреждений, крупных клиник, научно-исследовательских институтов, университетов было задействовано. И мы начали также с проработки оценки критериев, какие же нужно взять для оценки узла щитовидной железы. И я привожу вам эти данные. Итак, параметры оценки очаговых образований щитовидной железы. В B-режиме они вам хорошо знакомы. Локализация, размер, пространственная ориентация. Раньше мы обсуждали этот термин только применительно к узлам молочной железы. Теперь мы будем говорить и про узлы щитовидной железы. Как они ориентированы в пространстве. Контуры, границы, наличие хаоа. А в основном его толщина, эхогенность, структура, акустический эффект. Обязательно применение цветокодированных методик. Теперь это входит в стандартное исследование. И будем оценивать сосудистый рисунок образования. Если вы используете новые технологии, безусловно, их тоже нужно применять. Другое дело, что каждая новая технология требует глубокого изучения. Сейчас, конечно, наиболее часто используется эластографию. Как раз в последующем докладе мы услышим о новых методиках. В том числе, я так думаю, что эластография будет затронуться. На основании этих параметров мы формируем ультразвуковое заключение. И мы должны дать показания к выполнению биопсии. Итак, мы выявили узел. Что делать? Пунктировать или не пунктировать? Не пунктировать, когда мы считаем, что мы абсолютно уверены, что это доброкачественное образование. Пунктировать. Мы уверены почти на 100%, что это рак. Сомнительные узлы составляют большую часть, которую мы выявляем при исследовании. Мы их также будем делить на две группы. Одна группа. Мы не сомневаемся практически, что это доброкачественное образование. Но лучше последить. Следующая группа. Нам очень не нравится это образование. Давайте лучше его пропунктируем, посмотрим морфологию. И тогда решим, что с ним делать. Хотя явных признаков рака нет. Перед нами классификация ТИРАЦ. ТИРАЦ-2 рака нет. ТИРАЦ-3 наблюдения. ТИРАЦ-4 пункция. ТИРАЦ-5 рак есть по нашим наблюдениям. Представим шкалу ТИРАЦ иначе. Итак, вторая категория. Доброкачественное образование. Не пунктировать. В основном представлено коллоидными узлами. По одной из классификаций коллоидный узл первого типа на самом деле это не узел, а кистозно расширенный фолликул или макрофолликул. И второй тип коллоидного узла – это губчатые узлы, которые представляют собой наличие множественных анахогенных властей, разделенных тонкими перегородками. Как будто если вы нажмете на этот узел, из этой губки сейчас потечет жиркость. Эти образования не пунктируют. Сомнительное образование попадает в категорию ТИРАЦ-3 и ТИРАЦ-4. Сейчас считается основным дифференциально-диагностическим критерием, основным критерием оценки узла щитовидной железы – это эхогенность. Итак, узлы бывают гиперэхогенные, изоэхогенные относительно окружающей ткани. И вот гипер- и изоэхогенные узлы не подлежат функционной биопсии. Они располагаются в категории ТИРАЦ-3, подлежат плановому наблюдению. Гиперэхогенные узлы. Их мы будем делить на умеренно пониженную эхогенность, значительно пониженную эхогенность, неравномерное понижение эхогенности и наличие гиперэхогенных включений. Все эти узлы подлежат функционной биопсии, и они определяются в ТИРАЦ-4 или 5. Итак, основной признак – это эхогенность. Снижение эхогенности – это как раз тот признак, который позволяет отобрать узел для биопсии. Если это значительное снижение эхогенности, узел попадает в ТИРАЦ-5. Это большой признак сло-качественностью. Умеренная эхогенность, неравномерная эхогенность, хотя бы одно гиперэхогенное включение позволяет выделить узлы в категорию ТИРАЦ-4 для проведения функции. Наличие кальцинатов в узле. Если это микрокальцинаты, то это большой признак – узел попадает в категорию ТИРАЦ-5. Если это макрокальцинаты наряду с другими признаками малыми, например, гиперэхогенное включение, узел попадает в категорию ТИРАЦ-4. Вертикальная пространственная ориентация узла или непараллельная – это большой признак злокачественности, и узел попадает в категорию ТИРАЦ-5 для функции. Хочу обратить Ваше внимание, что пространственная ориентация узла определяется на поперечном скане щитовидной железы. Шаровидная или неопределённая пространственная ориентация попадает в малые признаки наряду с другими малыми признаками и определяется в категорию ТИРАЦ-4 для функции. Неровные, нечёткие, микродольчатые, спекулообразные, звёздчатые образования, большой признак злокачественности, узел попадает в категорию ТИРАЦ-5. В четвёртую категорию попадают узлы с неравномерно утолщенным холом. Четвёртая категория. Наряду с другими малыми признаками. Несколько слов об акустических эффектах. Мы их хорошо видим за кальцинатами, и они встречаются в молочной железе, простите, в щитовидной железе, и мы это уже обсуждали. В узлах щитовидной железы могут быть с микро- и макрокальцинатами. За макрокальцинатами мы видим акустические тени. Но акустические тени могут формироваться не за самими кальцинатами, а за самим узлом, поскольку у него очень плотная ткань и идёт погашение ультразвуковых холмов. За доброкачественными узлами не формируются акустические тени, поэтому узлы с акустической тенью за ним попадают в категорию 4. Это малый признак злокачественности. В четвёртую же категорию должны попадать все узлы с высокой жёсткостью. Весь узел может быть высокой жёсткости или с участками жёсткости, и вот эти участки требуют проведения функционной биопсии. Так же, как и лимфатические узлы, ткань которых, по данным эластографии, достаточно высокой жёсткости. Теперь перейдём к оценке сосудистого рисунка узла. И вот здесь для нас важны вопросы. Не гиперваскулиризация, гиповаскулиризация. Нет. Нам важно, есть или нет патологический сосудистый рисунок. Что мы имеем в виду? Это наличие в узлах неравномерно расширенных, извитых, ветвистых, обрубленных, хаотично расположенных сосудов. Мы возьмём этот признак как малый, чтобы по нему, наряду с другими малыми признаками, отбирать узел для биопсии в четвёртой категории. Для доброкачественных узлов патологический сосудистый рисунок не характерен. Что же нам дают дополнительные малые признаки? Давайте разберёмся. Почти половина раковых узлов щитовидной железы имеет два и больше больших признаков захаченности. Эти узлы не вызывают практически у нас сомнения в диагностике и дифференциальной диагностике. 10% раковых узлов имеют один большой признак злокачественности, и они обычно хорошо, чётко видны при ультразвуковом исследовании. Также как четверть раковых узлов имеют один большой признак плюс малые признаки, и выбрать их для биопсии, в общем-то, не вызывает сомнения. А вот 12% раковых узлов имеют только малые признаки. Это те раки, которые маскируются под доброкачественные узлы. Сюда часто попадают медулярные раки. И именно по малым признакам мы имеем возможность отобрать эти узлы в группу, в категорию 4-4, для проведения пункционной биопсии. Иначе представим классификацию тиратс по ультразвуковым признакам. Итак, тиратс-2. Ни одного большого, ни одного малого признака. Каллоидную узлу. Тиратс-3. Ни одного большого, ни одного малого признака. Это изо-гиперэхогенные узлы. Тиратс-4. Есть малые признаки. И все гиперэхогенные узлы также сюда попадают. Тиратс-5. Хотя бы один большой признак злокачественности позволяет определить узел в категории тиратс-5. Это высокий риск злокачественности. Ну а тиратс-6 – это узел подтверден наркологически. И пациент уже готовится к лечебным мероприятиям. Итак, малые признаки. Мы их перечислили. Умеренная гиперэхогенность, шаровидная форма, макрокальцинаты, неравномерно утолщенное холо, акустические тени за углом, высокая жесткость под данным эластографии и патологический сосудистый рисунок. Это всё позволяет отнести узел в категорию тират-4 для пациента. Большие признаки. Выраженная гиперэхогенность, микрокальцинаты, вертикальная пространственная ориентация узла, бугристые, лучистые, микродольчатые, нечёткие признаки. Большие признаки злокачественности позволяют даже при наличии одного признака перевести узел в категорию тират-5. Но мы теперь ещё имеем возможность и по размерам обсуждать распределение узлов. Если в категории тират-2 узел кистозно-солидный, размер его начинает превышать больше 2 см, то он требует выполнения биопсии. Его переводим в категорию тират-4 для функции. В третьей категории узлы, превышающие 1,5 см, также переводятся в тират-4 для выполнения пункции. В тират-4 все гипоэхогенные узлы больше сантиметра подлежат пункционной биопсии. Что касается пятой категории. Узлы больше сантиметра, как мы сказали, если есть хотя бы один ультразвуковой большой признак злокачественности, подлежат биопсии. А если узел меньше сантиметра, но у пациента в группе риска, тогда также требуется биопсия. Или узел меньше сантиметра. Есть большие признаки злокачественности и есть признаки метастатического поражения лимфатических узлов. Узел и лимфатические узлы подлежат биопсии. А если узел размером меньше полсантиметра, тогда он активно наблюдается. Давайте вспомним, что же за группа риска, кто оттуда попадает. Это пациенты, у кого в анамнезе, семейном анамнезе, есть больные раком щитовидной железы. Это пациенты, получившие облучение головы и шеи. Это пациенты с постоянной дисфогией, дисфонией. У кого мы выявляем ограничения подвижности голосовых связок. Это пациенты, у которых при ПЭД выявлено узловое образование щитовидной железы с метаболическим активом. Это пациенты моложе 20 лет. Или у кого есть повышение уровня базального и всимулированного кальстани. Пациенты, перенесшие уже операции по поводу рака щитовидной железы. Или, если у них есть, признаки метастатического поражения региональных лимфоузлов шеи. Классификация ТИРАЦ предполагает наличие рекомендаций по дальнейшему введению пациента в диагностическом плане. Вторая группа – это плановый осмотр, обычно один раз в два года, но в группе риска – это один раз в год. Категория 3 – динамическое ультразвуковое исследование один раз в год. И если же есть отрицательная динамика, перевод в категорию ТИРАК-4 для пункции. ТИРАК-4. При отрицательном или неинформативном результате требуется проведение повторной биопсии в ближайшие сроки, то есть через 3-4 недели. При двукратном отрицательном или неинформативном результате биопсии ультразвуковое исследование проводится обычно через 2-3 месяца. Что касается пятой категории, то высокоподозрительные на рак, то есть имеющие большие признаки рака, узлы могут потребовать как минимум двукратного, а возможно большего проведения биопсии до получения адекватного морфологического заключения. Обратите внимание, что решение о дальнейшей тактике введения пациента в этой группе, в этой категории ТИРАК принимает клиницизм. Если есть подозрительные лимфы возле шеи, безусловно, проводится и их биопсия. Итак, классификация позволяет нам провести интерпретацию сложных случаев узлового зоба, разложить по полочкам наше видение данного образования и провести отбор подозрительных узлов на биопсию в категории 4 и 5. Но ТИРАК является лишь ультразвуковой классификацией. Она предназначена в первую очередь для врачей ультразвуковой диагностики первичного звена. Итоговую же оценку пациента и принятие решения о выполнении биопсии осуществляет клиницист-эндокринолог или онколог или тот специалист, который занимается этими пациентами. Безусловно, первое, на чём он основывает своё решение на заключении ультразвукового исследования. Но у него есть перед глазами уровень гормонов данного пациента, наличие антител или их отсутствие, он знает семейную анамнез, анамнез жизни и так далее. То есть итоговую оценку проводят уже клиницисты. В заключении мне бы хотелось сказать, что в данном докладе использованы материалы из только что вышедшего методического пособия применения шкалы теракции по оценке степени злокачественности узлов щитовидной железы. Она выполнена большим коллективом авторов, как вы видите, из разных городов нашей страны. Мы как раз это эксперты, которые возглавляли группы по работе над классификацией теракции. В методическом пособии мы рассказываем, как правильно, логично использовать эту классификацию. И я надеюсь, что мы начнём её более активно применять в своей практике и будем работать по единому уже алгоритму. Спасибо за внимание. Будьте все здоровы! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...